Привет, друзья! С вами канал Морозлайф и в сегодняшнем выпуске хочу поделиться с вами не очень хорошими новостями, которые происходят сейчас в Чехии. Во вторник Чешской Республики было подтверждено почти 12 тысяч случаев коронавируса. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии. Сейчас в стране начисляется более 113 тысяч инфицированных. Большинство из них имеет легкое течение болезни. Однако количество госпитализированных увеличивается и на данный момент их более 4 тысячи, из которых 634 находятся в тяжелом состоянии. Всего на данный момент в Чехии от коронавируса умерло 1619 человек. Это следует из данных Минздрава. И с марта в лаборатории Чехии выявили почти 200 тысяч случаев коронавируса. За последние 7 дней было добавлено более 64 тысяч подтвержденных случаев, что составляет почти треть из общего числа. Согласно обновленным данным Министерства, 97 человек умерли от коронавируса в понедельник. Это, к сожалению, печальный рекорд для Чехии. Наибольший рост числа инфицированных наблюдается в Злинском районе. За последние 7 дней там было зарегистрировано около 900 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Второй по величине рост был зафиксирован в районе Простеев. Более 770 случаев. Более 700 случаев на 100 тысяч жителей были выявлены лабораториями в районе Плезень, Плезень-Север и Уверской Градишки. В Чешской Республике со среды действует обязанность носить маски даже уже на улице, если дистанция между людьми составляет менее 2 метров. Исключение составляют члены одной семьи или люди, занимающиеся спортом. Маска также обязательно в машине, если вы не едете один или с членами семьи. В то же время люди должны закрывать рот и нос во всех внутренних помещениях. Все это поспособствовало новым мерам, которые уже в среду были приняты и уже с четверга вступают в силу. Поэтому сейчас вам более подробно расскажу, что же будет уже с четверга 22 октября. В Чехии это называют локдауном. Начинаются те действия, которые были уже весной. Итак, в связи с развитием эпидемии коронавируса правительство решило с четверга закрыть розничную торговлю. Исключение составляет магазины базового ассортимента. Как и весной, продажа услуг в заведениях будет запрещена. Кабинет также приказал ограничить передвижение и контакты с другими людьми. Исключение составляет поездки на работу, за покупками к врачу или к семье. Новые меры признаны предотвратить коллапс системы здравоохранения и нехватку больничных коек. В следующую пятницу, 30 октября, правительство решит, есть ли необходимость продлевать чрезвычайное положение. Об этом всем более подробно. В связи с развитием эпидемии коронавируса розничная торговля будет закрыта с 6 утра четверга до окончания действия чрезвычайного положения, которое в настоящее время действует до 3 ноября. В крупных торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и ряд других заведений. Также правительство вводит ограничения на передвижение и контакты с другими людьми. Исключение составляет подъездки на работу, по магазинам к врачу или семье. Возможно прогулки на природе и выезды на дачу, но в компании не более двух человек. Исключение составляет члены одной семьи. Также правительство ограничило контакты людей с государствами и администрацией до 10 часов в неделю. Что это значит? Все уряды прации, там где нужно пойти, получить какие-то определенные документы, будут работать всего лишь навсего по 5 часов в день, 2 раза в неделю. Ну и что думает само правительство в лице Андрея Бабиша, премьер-министра Чехии? Меры против COVID-19, принятые в последние недели, не сработали, пояснил премьер-министр после внеочередного заседания правительства. Он извинился перед гражданами, предпринимателями и служащими за то, что действия правительства усложняют им жизнь. Бабиш сказал, что жизнь граждан на первом месте. Причина, по которой мы делаем это вместимость больниц. Несмотря на то, что у нас одна из самых надежных систем здравоохранения в Европе, если мы не предпримем никаких действий, система здравоохранения рухнет примерно 7-11 ноября. Он признал, что меры были объявлены поспешно, но у нас нет времени, объяснил он. В пятницу 30 октября правительство решит, следует ли запрашивать у Палаты депутатов возможность продления чрезвычайного положения, действующего в Чешской Республике в связи с эпидемией COVID-19 с 5 октября. Так что стоит дожидаться этого числа и смотреть, будет ли Кабинет Министров продлевать чрезвычайное положение. Продлить они его смогут только с предварительного разрешения Палаты. Вот такие вот, друзья, не совсем хорошие новости в Чехии сейчас происходят. Поэтому рекомендую всем, кто приезжает в Чехию, придерживаться этих правил. Одевайте масочки, носите их с собой везде. В первую очередь, заботитесь о себе. Увидимся уже в новых выпусках. Всем удачи, берегите себя. Пока-пока.